Гексавторит урана, он же фторит урана 6, бинарное соединение урана со фтором. Единственное соединение урана, которое в принципе в газообразное состояние при сравнительно низкой температуре может перейти, поэтому используется оно в обогащении урана. Соответственно гексавторит урана это широко применяемые соединения. Я беру из соединений только те, которые в промышленности хорошо используются, но очень ядовитые и радиоактивные, конечно, что уран есть. При нормальных условиях это светло-серые, желтоватые, летучие кристаллы. Вот летучие это означает, что они всегда содержатся в оболочке, ни в коем случае на воздух нельзя выкладывать, убивают все живое. Критическая температура 230 градусов возгоняется при нагреве до 56 градусов, то есть при сравнительно жаркой температуре 56 градусов, то есть не очень жарко, даже меньше температура кипения воды переходит в пар, что, собственно, нужно. Радиоактивен, там может быть потенциально три изотопа урана, но его в основном получают в виде гексавторида объединенный уран, и вот потом используют для хранения его. Радиоактивность у него увеличивается по мере того, как он лежит. Вот сейчас у нас в мире очень много лежит хранения урана, осуществляется в виде гексавторида. Так вот, пока он лежит, у него происходит радиоактивный распад, образуются всякие дочерние изотопы, торий там и все такое, и на самом деле у него повышается радиоактивность по берегу, как он лежит. Активность его увеличивается. Химические свойства. Вот как и прочие всякие фториды активные, он бурно реагирует с водой. Поэтому водой тушить пожар, допустим, гексавторида нельзя, он начнет с водой сам реагировать. С водой он образует фторид уранила и фтороводород, тоже очень ядовитые соединения, фтороводород я только что говорил, по сути газообразная кислота плавиковая. Сильный окислитель со многими органическими веществами реагирует со взрывом. Поэтому если там где-то гексавторида в каких-то используются, а он используется в различных аппаратах, там нельзя всякие смазки, всякие замазки использовать с большинством органики, он там горит, взрывается, все бурно реагирует. Он не реагирует с тефлоном, потому что он полностью фторирован, уже тефлон там, фтору нечего вытеснять. Но фтор содержится, фтор активное вещество. Первый фтор алканами, то есть полностью фторированными углеводами, вот в этой среде, в тефлоне, можно его хранить, он не будет реагировать. Он не взаимодействует с кислородом и с азотом, с сухим воздухом не взаимодействует, но если в воздухе есть вода, а в нашем воздухе у поверхности земли практически всегда есть вода. Если там в воздухе воды нет, то это пустыня. Так вот, он реагирует с этой водой и очень даже бурно. Поэтому на воздух его ни в коем случае нельзя. В то же время он, в общем-то, не вызывает существенной коррозии, если нет воды. То есть вот в металлах можно его держать, он не разрушает металлы, если там только воды нет. Реагирует с различными фторидами другими, вытесняя там всячески, обмениваясь этими элементами. Можно использовать в качестве фторирующего реагента, то есть он делает из каких-то органических соединений и уже соединения, содержащие фтор. Вот использует как раз фторид урана, пускай активный же он, для того, чтобы получить всякие органические соединения фтора, а таких много всяких. В частности, октавторпропан, тетрафторэтан, вот с помощью всего фторида урана получается. И мы их довольно активно используем. Но более подробно я буду органической химии про фториды рассказывать. Используется прежде всего на ядерных электростанциях, поэтому получается он в ядерном топливном цикле, по-разному в России, в ядерном топливном цикле, различные соединения урана, тетрафторид, допустим, там и так далее. Оксиды урана реагируют просто с чистым фтором. То есть у нас просто реагируют с чистым фтором, получают лексофторид урана, потом его очищают. В Америке используют закись-окись урана, который растворяют в азотной кислоте, получают уронил нитрат. Потом там через некоторую цепь реакции получают диоксид урана, ОО2. И вот с помощью плавиковой кислоты получают тетрафторид урана. То есть американская другая схема используется, в которой используется плавиковая кислота. То есть американская схема сложнее. В нашей проще, но в нашей используется чистый фтор, который более опасен. Применяется в основном при разделении изотопов урана. Есть изотоп урана как бы богатый и бедный. Для получения обеднённого урана довольно много его используют. Получается так называемый обеднённый гексофторид урана. Вот этот же обеднённый гексофторид уран его используют также для втарирования органических соединений, о чём я уже говорил. Так как обеднённый уран в основном хранят именно в форме гексофторида, в мире накоплено огромное количество этого гексофторида. То есть как раз вот эти ядерные могильники отхода электростанций, там гексофторид лежит. Сейчас в мире порядка 2 миллиона обедненного урана, и все время добавляют новый-новый. Везде он лежит в виде гексавторида, и это очень опасно, потому что сам по себе гексавторид очень ядовитое и опасное вещество. Если там где-то коррозия произойдет, потенциально это возможно, просочутся в окружающую среду, и там устроят шухер-бухер полный. Есть различные проекты переработки в мини-опасные соединения, допустим, оксиды урана или тетрафторид урана, и, в общем-то, уже работают установки. Где-то с 2009-2010 года в России уже начали кое-какие установки работать, но дело идет медленно. В основном все-таки лежит именно в этом виде ядерное хранилище. В России считается вещество первого уровня опасности, и в России довольно жесткое 0,15 миллиграмм, установлено в США меньше ПДК. Ну, в общем, в дозах выше ПДК. Это вещество, которое разрушает все живое, любую органику с образованием химических ожогов. Оно из всех органических веществ делает фтороуглероды. Везде пихает фтор. Ну, то, что фтор активен. Значит, абсолютно со всеми органическими веществами реагирует с образованием производных фтор. Кроме тефлона и фтор-каучуков, потому что там уже фтор есть. Фтор дальше уже не вытесняется. Тефлон, и так полный фтор. Значит, человека убивает. При контакте немедленно нужно промывать человека, там везде его, короче. Проникает в легкие, вызывает отек легких, очень токсичен, вызывает поражение печени, почек, тяжелое отравление, срочно лечить. Кроме того, радиоактивен. Ну, он считается слабо радиоактивен, но все равно, если его уже много, а его хранят в больших количествах. Прорыв этого из могильников гексофторида урана может привести также к радиационной аварии. Помимо того, что это сам по себе, это ужасный просто яд. Ну, в принципе, это быстро испаряющее твердое вещество. То есть, он их в виде кристаллов, которые будут испаряться на воздухе довольно быстро. Сильный окислитель. Нельзя ничем тушить, нельзя водой тушить. При нагреве он может, короче, выделять едкие токсичные пары. То есть, в принципе, он может гореть, если его нагреть. То есть, сам по себе он как бы не горючий. Если он нагреется, то там начнутся такие вот едкие пары токсичные, горячие выделяться. Но водой тушить нельзя. Это как раз может привести к нагреванию вплоть до пожара. Порошком засыпают или углекислотой засыпают, если уже надо тушить пожар, где есть тетрафторид урана или гексофторид урана. Вот такое у нас опасное, но довольно массово применяющееся соединение есть.